День войск 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 Мы будем помнить его героический подвиг. В актовом зале к чему имени Умара Алиева состоялась премьера документального фильма «Крылья», посвященного герою России генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Картина снята командой Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино». Ярко отразить в своем фильме «Жизненный путь» легендарного летчика удалось авторам. Фильм «Крылья» посмотрел и Алихан Лепшоков. Его путь был предначертан с детства. Стать воином, стать героем. Так старшие в родном ауле будут рассказывать о Канамате Баташеве позже. С первых минут документальный фильм о жизни героического летчика, героя России, генерал-майора Канамата Баташева, буквально заставляет проникнуться мужественным духом этого храброго воина. Авторы картины со символическим названием «Крылья» раскрыли Канамата Хусеевича как личность, который был настоящим патриотом своей страны и навсегда вписал свое имя в историю России. Его подвиг запал мне душу, и мы задались целью обязательно рассказать о нем нашему российскому зрителю, который ценой собственной жизни совершил подвиг, отметила режиссер кинокартины Ирина Сынкова. Поразило, что когда он отправился в зону специальной военной операции, ему было 62 года, а потом там ему исполнилось 63 года, а через два дня он погиб. Это был осознанный шаг, то есть получается человек, рожденный в Советском Союзе, не утратил веру в свое отечество, любил свою родину, любил Россию, а когда отечеству стало грозить опасность, он незамедлительно принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Хотела сказать, что это было такое народное кино, в нем принимали участие и работники культуры, это наши государственные учреждения, и журналисты всех региональных компаний. Зрители своими глазами увидели становление сельского мальчишки в цельную личность, который прошел долгий путь и стал профессионалом в сфере авиации. Документальный фильм изобилует воспоминаниям его сельчан, друзей и коллег. Первыми зрителями кино стали представители правительства, общественники, гости и жители Карачаевска. От имени главы республики благодарил свою мышную группу фильма, заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева Черкесии Марат Хубиев и вручил благодарственные письма. Я хочу отметить глубокий смысл данного произведения, данного фильма, как в воспитательном плане, а также в увековечении памяти о наших героях, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Зал не мог сдержать эмоции. Чувство гордости и восхищения жизнью генерал-майора Канамата Баташева можно было видеть в лицах зрителей. Именно на подвиге таких людей должна воспитываться наша молодежь, отметил исполняющий обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов. Этот фильм, конечно же, про героизм, отвагу, мужество, честь. Но это еще история про воспитание и культуру в широком смысле слова. Убежден, что главной задачей воспитания культуры является воспитание в людях молодом поколении. Также выразили благодарность съемочной команде «Кубань кино» и члены различных ветеранских организаций, а также представители региональной общественной организации «Карача-Ланхалк». Я убежден, судьба Канамата должна была завершиться именно так героически, отметил младший брат героя Мурадин Баташев. Вот этот героический подвиг – это не какая-то случайность, а это закономерность. В фильме они очень отчетливо показали, что весь жизненный путь Канамата – это героический подвиг уже был. И он был готов в любой момент совершить этот подвиг. В ближайшее время состоится показ фильма «Крылья в Краснодаре». После кинолента пойдет в прокат. Алих Алипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Республиканской библиотеке проходит декада черкесской литературы и искусства. В эти 10 дней у желающих есть возможность вобрать в себя более полное представление о богатстве и культуре черкесского народа посредством книг и познавательного общения с сотрудниками библиотеки. Фатима Даурова подробнее. Не подпевать знаменитой песни Нальмас оказалось невозможным. Ее красивая душевная мелодия и пронзительные слова созвучны сердцу каждого адыга. Песня – маленькая частичка тысячелетней культуры, которую сейчас черкесский народ стремится сохранить и передать молодежи. И литературный вечер о предках памяти берегу, который дал старт декаде черкесской литературы и искусств, одно из мероприятий, направленных на преемственность поколений. Если у вас будет интерес к тому, что делается здесь в музее, здесь в библиотеке, в нашем музее, в наших театрах, и в черкесском театре, если мы говорим про черкесский культурный пласт, и в остальных национальных учреждениях нашей республики, тогда у нас есть шанс, что вы, ребята, эту культуру сохраните и пронесете вперед. Если же мы не мобилизуемся, не придумаем, как вам это сделать интересно, а вы, в свою очередь, не будете этим интересоваться, то я боюсь, что уже ваши дети ничего не будут знать про культуру, про наши родные языки. Поэтому очень важно, чтобы вы, каждая, понимали, что от каждого из вас зависит, а сохраним ли мы нашу культуру. За трибуной по очереди выступали представители творческой и научной интеллигенции, общественных движений, образования и СМИ республики. Доклады спикеров касались тем разных сфер деятельности. Основные из них – сохранение адыгского языка и культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и интернационализма. Без знания языка, родного языка, без знания родной литературы, черкесской литературы, мы не можем существовать. Именно язык – это тот материал, это тот источник, из которого черпать можно всю жизнь. Это и культура, это и обычаи, это и традиции, а язык, он передается из поколения в поколение. И насколько будущее поколение воспримет этот язык, насколько он впитает все художественно-выразительные средства языка данного народа, это, конечно же, зависит от нас. Героизму и мужеству черкесских писателей и поэтов была посвящена видеопрезентация про писателей-фронтовиков, созданная на основе книги «Воспевшие Великую Победу», изданной Республиканской библиотекой. А живописное искусство было представлено работами известных черкесских художников. Вечер также украсил выступления артистов драматического театра имени Мухарбека Акова. Наравне с ними выступали юные школьники-декламаторы, которые представили публике частичку черкесской поэзии. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Они четко следят за безопасностью в стране, охраняют покой мирного населения, их отличают самоотверженность и незаурядные навыки. Сегодня профессиональный праздник отмечают бойцы Росгвардии, гость студии, заместитель начальника управления. Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Крачаево-Черкесии Эдуард Чумаев. Слово моей коллеге Мадине Каракетовой. А наш выпуск завершен. Сегодня Росгвардия отмечает день рождения. Эдуард Ансарович, немного истории. Расскажите, как создавалась Росгвардия и что изменилось созданием этого ведомства? В апреле 2016 года руководством Российской Федерации было принято создание нового органа исполнительной власти войск Национальной гвардии. В дальнейшем были приняты ряд нормативно-правовых актов, которые определяли задачи, в первую очередь, Национальной гвардии. И 1 октября 2016 года мы отделились от Министерства внутренних дел и начали выполнять свои задачи, функции самостоятельно. Управление Росгвардии Карачаева-Черкесии 16 октября было создано. То есть дата регистрации именно Минюсте на сегодняшний день. То есть в первую очередь тогда также работа велась над созданием управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. То есть руководство до этого периода было определено, то есть самого управления. Если в самих подразделениях, там в ОМОНе, в СОБРе, в лицензионно-расшительной работе, в неведомстве на охране уже было руководство. Само руководство управления было определено, назначены руководители подразделений, которые обеспечивают функционирование. Создана была нормативно-правовая база управления Росгвардии в Карачаево-Черкесии и, естественно, материальная база. Многие сотрудники, военнослужащие с момента создания по сегодняшний день работают в управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии. А с какими результатами Ваше ведомство пришло к сегодняшнему дню? Задач у нас достаточно, то есть у каждого подразделения есть свои задачи. По итогам года 2022 года управление Росгвардии Карачаево-Черкесии занимает третье место в Северо-Кавказском округе. За этот период наши подразделения достойно выполняют возложенные на них задачи. И за этот период только за 2022 год государственными наградами только награждено было 14 сотрудников военнослужащих. И в настоящее время еще 12 сотрудников военнослужащих материалы на награждение государственными наградами находятся на рассмотрении. А в чем предназначение войск Росгвардии? У каждого подразделения есть свои задачи. То есть главные у нас, так скажем, подразделения это ОМОН-СОБР. И они выполняют задачи в настоящее время как на территории республики. Кроме того, они участвуют в специальной военной операции. Кроме того, также управление само тоже принимает участие в специальной военной операции. А подразделения лицензионно-разрешительной работы вне ведомственной охраны осуществляют свои задачи. То есть осуществляют охрану имущества физических и юридических лиц по договорам. Лицензионно-разрешительная работа осуществляет федеральный и государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия в области частной охраны и детективной деятельности. А также обеспечиваем безопасность объектов топливно-энергетического комплекса за деятельностью подразделения охраны юридических лиц с особыми устанными задачами и подразделения ведомственной охраны. Проводились соответствующие мероприятия. То есть более полутора тысяч граждан нами было привлечено к административной ответственности за нарушения в области оборота оружия. Кроме того, мы активное участие принимаем в охране общественного порядка, общественной безопасности на территории республики. То есть обеспечение всех мероприятий, начиная с Нового года, Рождества, Пасхи, 9 мая, 1 сентября и так далее. То есть наши подразделения совместно с Министерством внутренних дел принимали активное участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. Эдуард Ансарович, а как часто Росгвардии приходится выполнять задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом? Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии взаимодействует с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел. То есть в этой части у нас заключается выделение сотрудников, то есть спецподразделений, именно ОМУН-СОБР, и по ихним заявкам мы выполняем задачи. А можете ли вы сказать, что в Карачаево-Черкесии сегодня спокойно и, главное, безопасно? На мой взгляд, одно из самых благополучных в химиногенном плане на территории Северного Кавказа – это Карачаево-Черкесия. Поэтому на сегодняшний день все силовые структуры республики обеспечивают должным образом безопасность населения Карачаево-Черкесии. Обеспечена ли Росгвардия всем необходимым для работы? Ведь сегодня возникает множество угроз и могут случиться всякие непредвиденные ситуации. Оснащенность материально-техническими средствами управления Росгвардией по Карачаево-Черкесии находится на должном уровне. Оно, кроме того, все время совершенствуется, материальная база. Поступает нам и техника, и вооружение. То есть мы на сегодняшний день обеспечены всем необходимым для выполнения своих возложенных на нас задач. – Эдуард Ансарович, а кто служит в Росгвардии? Иными словами, кого вы берете на работу и какие требования предъявляются к соискателям? – Подбор у нас осуществляется. Первое – это возрастной критерий, это 35 лет. Далее кандидаты у нас проходят собеседование соответствующее. То есть по какой причине он решил поступить на службу в войско национальной гвардии. Далее большое значение имеет его физическая подготовка. То есть сможет он по своим физическим, как бы сказать, параметрам выполнять возложенные задачи. Далее медицинские требования, то есть он кандидат на службу, проходит военно-врачебную комиссию. Потом требования к нему предъявляются, то есть наличие у него судимости и совершение административных или иных правонарушений. Вот таким образом немалое значение его имеет при этом морально-психологические качества, которые ему в дальнейшем позволят выполнять эти задачи. В основном мы кандидатов берем на службу сначала в неведомственную охрану. У многих понятия в неведомственной охране это такое, ну, как бы, сторожа. Ну, они выполняют задачи, кроме того, что охраняют объекты, они осуществляют охрану общественного порядка, общественной безопасности на прилегаемых территориях объектов охраны. Далее на маршрутах патрулирования они также обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность. Вот, принимаем туда, оформляем, человек там проходит стажировку, если он успешно прошел, аттестовывается, потом первоначальная подготовка, а дальше уже мы смотрим, если человек хорошо развит и имеет определенные навыки, у нас такие подразделения, вот, как говорим, ОМОН. ОМОН – это отряд мобильный особого назначения, СОБР – специальный отряд быстрого реагирования. Это элита наших подразделений, которые об основном занимаются, занятия проводят, то есть у них занятия происходят в каком плане, то есть они совершенствуют свои навыки, то есть огневая, физическая, топографическая, горная подготовка, подготовка как десантирование с вертолетов и так далее. То есть спектр очень широкий и физические нагрузки там большие и морально-психологическая, то есть человек должен быть готов к всему этому. Тогда мы рассматриваем вопросы, то есть о переводе этих сотрудников уже в спецподразделения или, например, также вот подразделения лицензионно-расшительной работы, тоже мы берем сотрудников уже с неведомственной охраны, которые могут также выполнять задачи уже определенные для подразделения лицензионно-расшительной работы. То есть, если одним словом сказать, в неведомственной охране у нас является кузницей кадров. Изначально принято считать, что служба в рядах полиции, сейчас уже Росгвардии, вообще в силовых структурах, это чисто мужская работа, это чисто мужские профессии. Есть ли у вас девушки? Принимаете ли вы на работу девушек? Конечно, берем, у нас есть такие службы, как кадровый аппарат, финансовые и экономические отделы, которые, ну, по простонавшему, бухгалтерии, да, психологи есть там. То есть, их присутствие, то есть, дело производства и режима есть. То есть, те профессии, которые там женщины, на мой взгляд, даже лучше справляются и качественно работают там, где нужно больше внимания, усидчивости и так далее. Эдуард Ансарович, сегодня у вас профессиональный праздник, и будет ли этот день особенным для ваших сотрудников? Есть у вас какие-то традиции, связанные с празднованием профессионального дня? В ведущие годы, к сожалению, с пандемией коронавируса, мы не проводили массовые мероприятия. В текущем году мы планируем сейчас провести торжественное собрание, пригласить вдов, ветеранов, всех поздравить, военнослужащих и сотрудников, наиболее отличившихся, достигших определенных результатов в служебной деятельности, пригласить руководство республики, также руководителя силовых структур республики. Ну и поздравления от руководства личному составу. Пользуясь случаем, хочу в первую очередь поздравить ветеранов федеральной службы войск национальной гвардии, личный состав с этим праздником, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, всего самого хорошего, и чтобы все наши ребята, выполняя свои задачи, находясь в командировках, живыми и здоровыми приезжали к себе на родину и с любой задачей возвращались к себе домой живыми и здоровыми. Эдуард Ансарович, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Ждем вас еще.